Я очень-очень-очень сильно надеюсь, что вы по мне соскучились, так же, как я по вам соскучилась. С вами Монтейка, и это не скетч with me, это не скетчбук, это просто видео, где я хотела бы поговорить, потому что в видео по скетчбуку и в скетчевом видео я, соответственно, буду говорить о других вещах. У меня была неделя отпуска, у нас была неделя отпуска, дай боже, и мы отдохнули, у меня было время порисовать, подумать, придумать, даже заполнить какую-то часть нового скетчбука. И, ну, в общем, есть что для вас отснять, есть о чем с вами поговорить, что самое важное. Я знаю, что меня очень-очень долго не было, очень многие меня спрашивали, почему у меня нету, когда я вернусь, и я честно говорила, что я хочу вернуться, я хочу вернуться, я хочу снимать хотя бы одно видео в неделю, по тому, как сейчас я переговариваю о том, чтобы начать обучаться по ТУ, то есть у меня будет еще меньше свободного времени на то, чтобы снимать и монтировать. Чтобы вы понимали, дело не только в физическом пространстве и времени. На мой взгляд, я не могу, например, если я не в состоянии, морально не в состоянии, то я не буду это делать. Потому как одно дело для меня – это ходить на работу в разбитом состоянии, а за эти несколько месяцев у меня было достаточно ситуаций, где я была именно в разбитом моральном состоянии. И ходить на работу, когда ты делаешь что-то механически, для меня это абсолютно нормально, то есть я отключаюсь от этого состояния, и я могу выполнять свою работу. Но когда это что-то, во что я вкладываю душу, а в рисование я непосредственно хочу вкладывать душу, и именно поэтому я мало достаточно практикуюсь, например, то есть каждый мой скетч – это какая-то идея, это вот то, во что я душу вкладываю. Я очень плохо умею рисовать механически, то есть какой-то реализм, например, когда это чистый скилл, когда это чистое твое умение. Я искренне завидую белой завистью и желаю процветания, исключительно процветания людям, которые умеют это делать. Я бы, честно, хотела уметь это делать, но для меня не вкладывать душу в рисование – это, как, знаете, плюнуть самой себе в лицо. И я не умею это делать, я просто не умею, и я не хочу делать это на публику. Я не хочу страдать на публику, скажем так, и я ни в коем случае не хочу вносить какой-то негатив. Поэтому меня не было, поэтому я хочу вернуться прежде всего, я хочу общаться с вами. Самое эффективное, что я могу предложить лично вам – это подписываться на мой инстаграм, потому что там я провожу больше всего времени и все-таки больше всего чего-то выкладываю. Собственно, такие вот дела. Где я была, что со мной было, почему меня не было на ютубе, почему я достаточно долгое время не появлялась в инстаграме тоже. Я честно… Если хотите, пишите в комментариях, то есть если вам это интересно. И на каком-то этапе, когда я буду готова, я сниму разговорное видео, где я честно расскажу, что со мной происходило, что происходило у меня в жизни, и как бы как это все влияло на мое сознание, что ли. Для остального, повторюсь, есть инстаграм. Я честно не знаю, смогу ли я реально вернуться, но я хочу это сделать, и это самое главное. Продолжение следует...